так вот и всем привет с вами енот с вами пас finder прикольный стол что-то мне этот труп не внушает доверие а то есть это бесплатная ужина что ли а здесь я тупо два дня пропугал нет стойте я за не буду слишком много будет не потому что мне нужно еще возвращаться в свое родное селение чтобы дать там указы раздать все такое поэтому значит вот этот отдых если вдруг у нас все кончится поняли а вот написано переночевать прям волшебное место вот только жалко что он сдох давайте к нему сходим честный парень а Рослый дитина с наголобритой головой внимательно оглядывает вас, уделяя особое внимание снаряжению, потом ухмыляется. Здорово, друг. Не хочешь ли прибарахлиться? У меня лучший товар и самые честные цены во всех беспросветных глубинах. Ну, щит у него крутой, смотрите. Что-то, собственно, такой. Я честный парень. Дитина ударяет себя кулаком в грудь. Честно стою тут, приветствую героев, провожаю их на подвиги. Честно набираю снаряжение своих бездыханных тел. Честно продаю следующим героям. Че, тебе дракон позволяет мародерствовать? А что он сделать-то может? Я никого не предаю, не нападаю, только подбираю то, у чего больше нет хозяина. И потом пристраиваю. Все честно, так? Да и потом этот червяк чешучит и заскучал бы тут без меня. Ему обычно и поговорить-то несколько. Ну, давай покажи чего тебе есть. Блин, я не могу сай носить. Блин, я не могу сай носить. Блин, я не могу сай носить. Значит, а выбора-то им так много. Конечно, может быть честный, но выбора у тебя нет. Давайте посмотрим, что нас ждет. Возможно, здесь этот какого. Что-то наподобие пиларса потернете, где надо спускаться вниз. Похоже, что когда-то это был. Могучий артефакт, но магия давно покинула это место. Ну, давайте зайдем и узнаем, что нас ждет в этом путешествии. Если это как пиларса потернете, типа каждый раз спускайся все ниже, 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 то... С одной стороны, это прикольно. А с другой стороны, это будет жесть, потому что пиларс... Я с трудом прошел. Моя search не была в тюрьме. Офигайся, сразу вход такой. Так, что мне это не нравится. Странно. Пахнет как ловушки. Опа. Опа, опа, опа. Фига себе. Что-то смелое. Давайте, а ты же танк, тебя пугать нельзя. Че здесь за все пулькает так? Интересно. Так, все выстрелились. Я просто даже не представляю, какие здесь враги. Черт, крыса, оборотень. Обалдеть. Так, дело плохо. Дело набирает сквер, наоборот. Я знал, что когда-нибудь мне они пригодятся. Так, ты. Так, стоп, нет. Нет, ладно. Что делать, что делать, что делать, что делать. Линдзи. Нет, я пока этот яблочный видоград. А, кто увидел? Все куплено, я ничего не знаю. Меня подставили. Так он же на кокосовом этом... Кокосе. Да, а ты мне завидуешь. Я слушаю. Ха! Одного Бортнева на пенале. Хорошо. Это было сложно, но мы сделали. Обычный молот. Обычный коптер. Я одна монетка. О, я не люблю. Ага, лавушк. Кто у нас еще здесь есть? Че-то? Че-то? Грязная горячка. И, Линдзи, что это называется? Что-то снятие недуговое. Эссенус, Аксенус, да? О, я не знаю. Тебе что, ожидаюсь снять недуговое. Эээ, че-то не вижу. Редко и желательно. О, я не знаю. Почему вы все испортили-то, а? Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Не знаю, он не вкусный Он как будто жёлый Не херстяйте Зори, выглосит на полу Она Адайана Ааааа Сола, Тая Иди сюда, Тая Иди сюда, Тая Иди сюда Иди сюда Ты можешь посмотри В очередной, она уже не увидела Вот так, она открывает Система Я не говорил Я слушаю Что за горл Ты же сраби Ага. 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 Иди ко мне, ребята, билит! Угу. Угу. Зачем она полезла туда? Печалька Ну не знаю, походу конец Ну в смысле больше пока нету, может года через два снимут Что-то они жесткие ребята Что-то они жесткие ребята Что-то они жесткие ребята Они жесткие ребята Что-то они жесткие ребята Лега-стрика победила Вот А он почувствовал Он наркоман Ааа чухать Все из-за некров я же говорил Фух, тяжелый блок Ну не знаю, какой-то Обычный сериал про космос Не, не спорю что, возможно смотреть его интереснее Ну Как бы Козовое Козовое Ну почему у них выбора нету, какая разница Ну почему у них выбора нету, какая разница Отправить у нас смерть Правильно Ха-ха-ха Ааа Ха-ха-ха 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 Две victory Вызов Ну как бы А че не мог бы на земле сделать Наташка Ну да Ну странно что Ну как видишь Какая-то слишком банальная халатность Как бы не можешь быть такой даже Не прям такое Событие которое происходит Как вот поездка в автобусе Конечно проверок 500 должно быть То есть А может там небольшая радиация И нас обманывают Не знаю если честно Вот эти фильмы Я там смотрел какой-то Не выживший Ну короче Где одну женщину в космос выкинули Все так хвалили ее Типа вот классный фильм Такая ну то тень была Если честно Я там Я вам Стоит Ну с одной стороны Да Так ладно А как он здесь ходит? Вот у меня вопрос. Это честный парень. Чуть-то. Нечестивая аура. Цель заклинания окружает зловещая тьма, оберегающая атак, давая им устойчивость к заклинаниям, сотворённых добрыми существами, ослабляя добрых существ, когда они атакуют цель заклинания. Ага. Почём? Они выходят в космос, куда-то их уходят, что... Пусть даже корабль... Ну, наверное, поталок, не знаю, что-то. Ну, да, что-то. О, сейчас все. Нормально. А, когда там... А, да, я, да. Ага. 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 Как она обратно одна выбралась? По словам, механическая. Какие игрушки? У неё уже... Нет, он не вижу, видите. А просто вот берём там. Нет никакого такого сожжения, горжаного. А можно оборудовать. Повезло. Черт их знает. Ну, это условно, стежитоши в кино. И, я думаю... ты и крыса напала, значит да? Ээээ, Лё, куда идёшь? /. что ты делаешь я вам вы серьезно нет а финито получается полное черт здесь наверно можно пройти но нужно несколько заходов делать так стопы чему еще может делать шачья грация стоит давали чью да здесь толпа прям большая это уже не пробью просто так неуклюжесть так нужно увеличить эту женщину я не могу увеличить сейчас я вырубят не есть просто слишком много это не пробивает что ты кто-то капец ну да я чувствую сейчас мы не прорвемся просто как не старайся ну ладно пойдем здесь нам делать нечего слишком много врагов урона у нас слишком маленький уровень но мы хотя попробуем так главное не забыть где это находится так теперь надо вернуться в свою столицу дабы выяснить что там происходит на намечение слабой конечно тычковы вообще не приводят хотя оба но один плюс один точно не на меня ведь говорили качай мага а 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 о а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Набор сахара, в дождь. Кто ты? Мужчина перед вами явно много времени уделяет своей внешности. Его черные волосы завиты и обильно политы лаком. Таким же лаком смазан торчащий верх закрученной усики. Шокий лоб усердно припудренный. Его рука привычным жестом ласкает Афес Рапири. При приближении к вам мужчина выдает явное заранее подготовленное выражение лица и гадкую улыбку. А вот и сам глава баронства. Сэр Стефанна Маскони из Петакса к вашим услугам. Мужчина отвешивает насмешливый поклон. Как обстоят дела в Петаксе? Все просто великолепно. Благодаря стараниям моего короля и господина Кастручио Ироветти, наш город процветает. Сэр Стефанна усмехается, нагло глядя вам в глаза. В отличие от вашего городишки. Да, давайте. Ну, в принципе, вот это самое логическое. Конечно, можно послать, но тогда он выиграет. А давайте типа да. Я всегда готов выслушать критику, если она разумна и справедлива. Что ж, охотно объясню. Со снисхождением говорит Сэр Стефан. Загибайте пальцы. Во-первых, ваша армия слаба. У вас не хватает стражи, чтобы защитить все земли. И приходится выбирать между деревнями, городами и торговыми путями. Во-вторых, ваша экономика слаба. Вам приходится лично решать вопросы о сборе налогов. С какого-то вшивого постоялого двора. Похоже, от этих грошек зависит состояние вашей казны. Ну и в-третьих, в культурном плане вы так и остались на низшем уровне развития. Сколько картинных галерей есть в вашем бородстве? Сколько университетов вы открыли? Ваш город — это хлев, а вы — осел, восседающий на соломенной куче. Ааа. Ну как бы да, мы только начали. Че он еще хочет? Ну, блин. Может быть, в твоих словах есть только истины, но мое оборонство еще очень молодо. Скоро здесь все изменится. Если здесь что и изменится, так это количество навозных мук. В большую сторону. Впрочем, не стану продолжать это избиение младенца. Всего наилучшего. Сэр Стефан насмешливо клонит. То есть он пришел просто оскорбить меня? Ну ладно. Ну не, а че там выпендриваться? У нас реально сейчас ничего нет. Паша, милость. Мы победили. Мы отбились от нашествия пауков и победили странную дриаду, которая их возглавляла. Благодарность. Ваши подданные собрали для вас особую награду. Ого. А мне вот интересно. Все эти пауки действительно были вызваны тем самым проклятием? Ну то есть проклятие же должно быть древнее и древнее очень зловещее. А тут пауки. Они, конечно, тоже страшны, но вовсе не такие зловещие. Я согласен с Линдзи. Все это выглядит более чем странно. Скорее похоже на кознь сумасшедшей дриады, чем на настоящее проклятие. Когда же... Как же тогда объяснить гнетущую атмосферу на Лысом Холме? Ту тяжесть, которую мы оба ощутили там, Джот. Быть может, это проклятие свело с ума несчастную дриаду, и она... Устроила это нашествие пауков на баронство. Тристия недоверщика качает головой. В любом случае у меня есть тревожное известие. Как только нашествие пауков закончится, я снова посетил Лысый Холм. Там снова тихо. И тяжело, как раньше. Проклятие никуда не исчезло. Оно просто затаилось. Как зверь перед новым прыжком. Сколько на этот раз у нас времени? О, достаточно много. Месяцев шесть или даже больше. Сейчас Лысый Холм притих. Я с трудом ощущаю его злую волю. Уверен, мы успеем подготовиться к следующей атаке. Я хочу разобраться с этой проблемой раз навсегда. Что посоветуешь? Да, давайте скопаем этот Лысый Холм и конец проклятия. Сомневаюсь, что нам удастся побороть его таким прямолинейным способом. Сердце проклятия, безусловно, находится на Лысом Холме. Но ведь пауки появляются по всему барону, то вряд ли мы нанесем проклятию хоть какой-то вред, уничтожив Лысый Холм. Скорее наоборот, мы только спровоцируем его на новые атаки. Поэтому лучшее, что мы можем сделать сейчас, это как следует подготовиться к следующей атаке. Не будь таким пессимистом, Тристиан. Возможно, мы и вправду сможем побороть это проклятие, но только Драк досконально его изучил. Ваша милость, я соберу всю известную мне информацию о нем, и мы сможем взяться за работу. Что же, будем ждать следующей атаки. Тристиан кивает. Это мудрое решение. Мы пока еще слишком мало знаем об этом проклятии, чтобы понимать, как с ним бороться. Изучить. Ага. Линзи хмурит брови. Ничего не понимаю. Я спрашивала у местных, раньше никаких нападений пауков никогда не случалось. Лысый Холм стоял себе в сторонке, никому не мешало, и тут вдруг и пауки, и проклятие. Как раз в тот момент, когда в украденных землях баронство появилось подозрительно. Все это как-то. Ну да, как-то вот мы появились сразу проклятия. Главное, при бароне ничего не было. Значит, кому-то это выгодно. Все просто. Подготовиться. 181 день. Офигеть. И что мне делать все это время? Да, это дичь какая-то. Так, ну первым делом идем в наше правление государства. Отдай богу. Невкусная бога. Молодец. Так, события. 28 дней. Фигеть себе. О. 35 процентов. Давай начни. 80. Давай. 28 дней. Все, они вот пока сами занимаются. Проекты. Сейчас, изучай, ты. От черта. Изучение природы проклятия Лысый Холм. Где мне еще людей-то найти? Отстой. Отстой. Даже не знаю. Так, где тут город? Войти. Мне сказали, нужно построить алхимический этот... завод. Эй, я ж тут что-то строил. Лавка. Дом собраний. Дом собраний. Дом травника. Ммм, где это? Таинствуйте. Амбард. Дом собраний. Дом травника. Нет, меня просили что-то другое сделать. Ну, а, допустим, может быть, улучшена до статуса лаборатория. Требуется поселок. Ну, давайте вот это поставим. Так, амбард дает население. Дом собраний у меня уже есть. Ладно, что мы еще можем построить плавку. У нас есть. Монумент населения. Может быть. Даже не знаю. Продуктовое месхранилище зерна влияет на мельницу. Но мне пока стоять негде, да? Казарма нужна. Требуется до гарнизона. Вот, рядом с лавкой. Блин, а я тебя как поставил? Ну, и здесь надо святилище, да, поставить. Ладно. Потом мы что страдаем? Так, кто там рядом с казармой должен быть? Вот. Вот так вот. Три постройки, чтобы много денег не тратить. Так, что у нас теперь происходит? Сомневаешься? Сохранись. Слышишь, что я тут делать-то? Так, ладно. И что уходит, что у меня до уровня еще неизвестно кого. Заданий нормальных у меня нету, потому что я не знаю, что делать. Так, давайте торговую площадь глянем. И куда мне теперь идти? Я же могу просто шариться по территории. Как-то вот эта непонятливость, куда идти, меня напрягает. А то опять я прошариваю сейчас половину времени. И пойму, что я что-то упустил. Надо квесты почитать, чтобы понять, что нам делать. Потому что я что-то не впетриваю. Да повесу пока немного, в принципе. Так, квесты. Вот. Ну, сейчас мне нет присоединения регионов, и так. Ну вот, это я строю задачи соратников. Дворфийский руин, загадка тифинга. Скорбный... Загадка тифинга будет ждать барона. Она вместе подозваним скорбные воды. Че-то не помню, где это. А где это? Так, ну вот. Ладно, цели есть. Надо посмотреть сейчас. Дайте я посмотрю, могу ли я захватить еще какие-то территории. Уйти. Я с территории... Как сказать, посмотреть не могу. Ну, давайте пойдем искать эту нимфу. Пока к ней двинем. В общем, мне нужно где-то шариться, чтобы набить шестой уровень. Потом я попробую опять две точки свои зачистить. Ну, остальные все. Управление делами королевства. Так, рост ранга. Сказать поддержку. Вот что с этим делать? Не знаю. Ну ладно, здесь походу делать нечего, да? Походу, вот эту всю территорию надо будет каким-то бакаром захватить или еще что-то. Ну ладно, четыре дня сейчас будут какие-то события происходить. Мы пока двинем отсюда. В принципе, покупать нам не надо, продавать не надо. Мы особо ничего не набили. А, дубовая кожа у меня есть. Я сейчас забыкну о ней. Так, давай пока на выход. Принять. Возможно, команду мне ужасная. Надо другую собрать. Но, возможно, вот эти два танка, если их прокачать, говорят, хилл на максимальных уровнях, это лишь и тот танк. Старый. Где скорбные воды, ты мне скажешь? Опа. Это вон туда. То есть, мне надо было сюда как-то зайти. А где нимфу мне найти? А она где-то на старом древе. Что мы застреляем? Прежде всего, нужно побольше них узнать. Такая уйма троллей не может просто кочевать. У них наверняка есть тайная база. Или хотя бы лого. Вонючее-привонючее логово. В скрюченных топях. А где скрюченные топи? Лисы Холмс. Стой, а где это было? О, можно сюда двинуть, да? Стой, скрюченные топиа, где-то вилла. А-а-а. А-а-а. Норс. Так, ну давайте пока сходим к нимфе. Может, что-нибудь интересное будет по дороге. Ну ладно, надеюсь, меня здесь не напинает. А то будет обидно. Я даже не сохранился, как обычно. Вроде где-то рядом с баронством. Надеюсь, я не отгребу. Ну и кобальты. Давай офигели, давай. Нормально так. Ну хорошо, им дали. Кобальтов я люблю. Хотя непонятно, почему они со мной воюют. Ну в плане, как бы, мы им не враги сейчас были. Мы могли бы решить проблему с их землями, так сказать. Что это такое? Как бороться с отцветанием практически с ответы. Забудь о хворе, пока юн. Юному гному не грозит отцветание, покуда он не возмущает. Какого ты цвета? Вчера был румяна, сегодня смертельно бледен. Тревожный симптом. Регулярно следит за цветом кожи, волос и глаз. Не скучай. Любопытство защитит тебя. Суй нос везде, где сможешь. Не сломай себе шею. Поиски приключений не всегда заканчиваются. Хорошо, будь готов постоять за себя. Или вовремя унести ноги. Не сдавайся. Отцветание есть лекарства, и это не пилюля. Даже смена гардероба или новое увлечение способны остановить болезнь. А настоящее путешествие отвратит хворь надолго. Ты не один. Ищи единомышленников, которые возродят в тебе вкус жизни. Кулинарный альманах внутреннего моря. Блюдо это известно по всему. А вестил от столицы челек сусы запекается под сыром, как сырной корочкой. Ну ладно, это не история, это просто блюдо какое-то. Здесь что-то было. То есть они напали на чей-то лагерь. Опа! Сай! Сай, куда сай? Где он? Почему какие-то внизу кидается, какие-то сверху? Я вот не понимаю. Сай, сай, куда сай? Ладно, должны же быть враги, которых мы можем напинать. И как говорю, проблема таких игр, что если ты начинаешь долго в них не играть, ты там забываешь, что еще здесь происходит. Ну ладно, может еще кого найдем, кого избить. Жмут. Злобей его, давай. Че ты бьешь один раз, мне бесишь. Даже два раза бьешь. Какая приятная локация. Пау, наверное, нам чуть-чуть дается. Двадцать два. Ну да, даже несерьезно. Ну ладно, легкая, приятная локация. Походим, поубиваем всех. Почему бы нет? А то обычно зайдешь в какую-нибудь локацию, где окажешь второй сбивать. Четко. До наших ушей донесся зов о помощи. О, горе нам кричит кто-то. Шевелитесь, нелимые балбецы. Вы вдруг щелочи вам в печень. Или погибель наша близка. Не тратя время даром, вы поспешили на крику на помощь. Это же гномы. Хелло, шарик. А, это даже не гномы. Это вообще-то тифлинги или кто-то там. Хафлинги. Нет, написано гном. Еще армия. Тартук, опять ты? Так-так-так, гном позвал друзей. Слабый, трусливый гном. Гном. Пусливый, но. На берегу реки появился фиолетовый кобальт. Как две капли воды, похожие на обличье, которое принимал ваш старый знакомый Тартучо. Кобальт нужна повозка, и мы ее возьмем. Лошадиный череп скрывает морду кобальта, но. В пустых глазницах поблескивают злобные глаза, чей взгляд прикован к вам. Так велел я, король Тартук. Кобальт ударяет кулаком себе в грудь. Король Тартук. Глава гноме экспедиции откидывает волос с олба и недолго смотрит на кобальта. Этот мерзавец нам зубы заговаривает, пока его дружки повозку тащить пытались. Король Тартук. Гном смотрит на вас и подмыкивает. Как насчет небольшого цареубийства? Тартучо, я тебя узнал. Что за новый маскарад? И почему ты не мертв? Как ты смеешь так обращаться к королю? Кобальты вперед! Шейв-дас! 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 Давай, кидай свой огненный шар. Мы еще встретимся, это еще не все. Их прикольно грабить, у них всегда какая-нибудь фигня валяется. Не, хорошо, что пошли этим путем. Можешь хоть, блин, набрать бы шестой уровень, и мы тогда сразу станем, так сказать, на голову сильнее. Проворнее. Так, ребята, а что у нас здесь происходит? Какая тяжелая. На, они сейчас толкать пытаются. Гном, гном, гном. Вот. Гжи-ди-буб-буб. Так, ого. Пока гномы сражались с кобальтами, неистов ругаясь, и усерденная мутузия незваных гостей по их драконьим мордам, повозка осталась предоставлена сама себе невольная виновница нападения, унесенная напуганными пони. Она съехала с наезжего брода и по самым облучок погрузилась в воду. В этом месте своего течения Смурдака уже готовится подать в клыководье, поэтому стремление становится все крайне недружелюбным, холодным и своенравным. Сополучив в своих владениях повозку гномов, Смурдака, видимо, решил под шум боя утащить ее на глубину, но она была поймана на месте преступления. Уцелевшие гномы во время предводителя экспедиции, типом крайне громким и склочным на все, но не лишенным управленческого таланта, успели схватить уплывающую повозку. Кряхтя и багровее от натуги, они из последних сил удерживали ее от полного затопления. В это время с повозки в воду свалился какой-то сверток с грустным бульк. Он исчез под водой, чтобы всплыть из десяти метров дальше под сечение. О, нет! Просто налглава гномия экспедиции. Это же была алхимия и жизнь. Последний выпуск. Окунувшись в холодную реку, пони резко подрастеряли свой запал. Наверное, дергаясь и дергаясь, дергая ушами, они с жалобным ржанием пытались перегрызть сбрую и освободиться от ноши. Ах, вы ж гады. Ну что, встал, помогай, недовольно прикричал глава гномии экспедиции. А зачем это? А зачем это цеплять? Мы ненадолго отошли от повозки, надеюсь, найти поблизости что-то, способное облегчить нам труд. Страдиться с Сиванами принялись. Мы привязали к повозке веревку. Раз, два, три. Вот веревка надежно привязана к повозке. Так, я повозку, а не веревку. Хотя нет, и то, и другое. Вытаскивать будет куда проще. Вот урок любому искателю приключений. Никогда не выходите из дома без веревки. Веревка наша, лучший друг. Да, блин, я хотел еще купить. Ну что, встал, давай. Мы ненадолго отошли от повозки. Надеюсь, найти поблизости что-то, способное облегчить нам труд. Ага. Давайте тянем, да потянем. Ага, конечно, готово. Я не запопил. Покрасневший от натуги гном. Ааа, гномичий экспедиции даст. Такой помощью все бы мое имущество утонуло в два счета. Сходите до лагеря, найдите убежавших пони. Придумайте еще что-нибудь, да в конце концов. Мы пытались вытянем повозку. Ну-да. Нет, стойте, это не то что-то. Нам нужно что-то придумать. Как спасти повозку. Где им лошадей возьмут? Ну-ка, давайте сходим тут. Было что, нет? Тут была только веревка. Ага. Лобик. Вот. Уже лучше. Так вот, мы это подпихнули. Рычаг подставленный под колесо. Надежно оперся в камни на дне реки с таким. Ааа. Под спорем вытаскивать повозку должно быть куда легче. Подвижность. Конечно, я пойду. Знание природы 2. Успех, фига себе. Енот ловко залазит на крышу повозки, аккуратно подполз, привязанным со стороны реки пони. Успех пони оказались... Были только рады снова ощутить крепкую руку держащих вожа. Они быстро успокоились. И повозка себя отвяз... А, и позволили себя отвязать. Через полминуты они уже стояли на бороду. Готовы затащить повозку, обратно из реки вытащить. Ааа. Ааа. С вражесилами придется тащить. Все. Ну, раз ты так уверен, начинай, только аккуратней. Представь, что внутри повозки золото и эль, и ее ни в коем случае нельзя потерять. Валерий нахмурил брови. Повай на ваше благородство, а не на вашу жадность. Гном закрыл... Закатил глаза. Да. Представляйте, что вам будет угодно. Повозку главное тащите. О, вот это нормально. А туда это что там? Я не то нажал. Повозка. Издал отрезк и скрип похожий на жалобный скрип. Доски едва выдерживали. Двойной напор течения и все, кто пытается вытащить. На берег. Ее на берег. На берег... На беда... А, блин, на беду силы оказались равны. Мне требовалось что-нибудь придумать. Да поскрее, пока несчастная повозка не развалилась на части. Ну, возможно, вариант хороший, но у нас, я не знаю, кто из Харизма. Атлетика у нас 20 нет. Но у меня Атлетика, сдвинув повозку с места, мешал здоровый камень над небом. Барон пытался найти его в мутной воде и убрать с пути. Есть, 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 еее, да. После нескольких минут всеобщих усилий повозка покинула реку и выкатилась на твердую каменную почву брода. С обиженным чапками, мой хлюпень, река отпустила свой трофей и устремилась дальше в поисках более легкой добычи. Не тратя время даром, глава гнома экспедиции резко запрыгнул внутрь. Какое-то время из повозки доносились столько грохот и ругательства. Наконец, из-под крыши выглянуло довольное лицо гнома. Почти все на месте. Торжественно объявил он. Выпрыгивая наружу. Промокла, помялась, перемешалась, но не на месте. Так что спасибо вам, путники. Без вашей помощи, умело направленной моим руководством, плакало бы мое добро. Капец ты наглый. А, вашим. Почему я пришел моим? Нет, даже без вашей помощи моим. Вот гад. О! Поговорить с гномами. А че у нас здесь есть? А, поняли. Давайте договоримся, и мы закончим. Стоящий перед вами гном, одет в грязную и местами оборванную одежду, которую когда-то можно было называть стильной и богатой, но теперь он навсегда потерял свой внешний вид. Его черные волосы, всклоченные на щеке, видна свежая царапина. Но, несмотря на довольно жалкий внешний вид, гном держится с достоинством и смотрит на вас высока. А че ты до этого не озвучивал ничего? Ага, Джибилост Нартшнопл. К услугам твоего баронства, баронской милости. Представляете, он и... А, представляется он и обводит цепким взглядом весь ваш отряд. Ваша помощь с кобальдами и моей чуть было... Не утонувшей повозке оказалась весьма своевременной. Кстати, мне очень жаль, что такую известную и популярную личность я никто не встречает в моей столице. Я не рассчитывал на ковровую дорожку и лепестки рост, но могли бы хотя бы делегацию выслать. Хорошо, что не всех моих слуг перебили. Знаешь, сколько стоит воспитать адекватного слугу? Джибилост. Джибилост, говорит без остановки и без какого-либо намека на паузу между предложениями. Видно, что у него накипело, и терпеть ему не обходи... и теперь ему необходимо выговорить. Глаза Октавии вспыхивают недобрым пламя. До боли знакомая интонация. Похоже, правду говорят, с сыным хозяином быть слугой не лучше, чем с рабом. А это еще кто тут тяпкает? Смерив Октавию взглядом из-под очков, гном фыркает и закатывает глаза. Беги поиграй, девочки, а взрослым поговорить надо. Так ты в придаче еще и редкостный нахал. Почему я ни капельки не удивлена? Джибилост лишь откашливается, продолжая делать вид, что не замечает ваш разгневанный спутниц. А еще раз уж на то пошло, хочу официально заявить, что дороги в твоем оборонце никуда не годятся. Реки приходится переезжать в рот, так как навести мостынникам не удосуживаться, а на частных путешественников так и норовят напасть кобальты. Как ты говоришь называть собой баронство? Впрочем, не важно. Когда я черчу карту этих земель-то назову, эту область, может, барон тебе поможет? По-моему, вполне подходит. Гном наконец умолкает. Он стоит и смотрит на вас с бегущими глазами, беззвучно рызкая и закрывая рот. Как будто хочет что-то сказать, но пока не придумал что-нибудь. Вы слишком много семстите, мните, сэр Гном. Ведите себя достойно, пока находитесь в нашем боронстве. А сам... А, само рыцарство во плоти. Дживилост смиривает Валер взглядом. И что ты прикажешь мне делать? О, неустрашимый и мужественный сэр-рыцарь. Брать. Валерик расснеет, но пытается спросить. Нет, но вы могли бы сказать то же самое в более учтивой форме. Твоя беда, сэр-рыцарь, в том, что ты слишком печешься в форме внешней красоте. Что неудивительно, если посмотреть на твою смазливую мордашку у тебя, мяф волнует только содержание. Короче, да. Валер испихивает и отворачивается. Вы чувствуете, что ее гнев... А, что гном задел ее заживое. Ага. Ааа. Не, ну это нельзя. Ладно. Для того, чтобы... А, для того, кто ценит содержимое, ты весьма скоро на поверхностное суждение. А, вот как. Ну, не сочту излишним вас уведомить, что... Йонот, прошу тебя. И трать свое время на этого шута. Тем более из-за меня. Валерик, вайт вам с легкой улыбкой, давая понять, что оценивает ваше... Заступничество. Ааа. Ааа. Так, что тут все-таки произошло? Как твоя повозка оказалась в реке? Джулибосс чешет подбородок. Я и мои подвижники расположились на привал на берегу этой реки. Но стоило нам развести костер, как появился этот фиолетовый мерзавец. И знаете, что он сказал? Он назывался королем Кобальтов, сказал, что ему нужна наша одежда. Он, видишь ли, хочет свою челядь в нее одеть. Потому что у них теперь свое королевство есть. Лицо Джулибосс так краснеет от возмущения. Так и сказал. Где слова-то такие выучил. Ну и я послал его на все четыре стороны, чтобы... В одежде великого картографа Джули... Джубилоспа... Нартропа, блин, какой-то Кобальт шастал. Да никогда. Вот, говорю я ему все это, расписывая в красках, как... В какой выгребной яме я видел его самого и все его королевство. Потом гляжу, а Кобальт уже по воску оттягивает. Ну и крикнул ребятам, чтобы они по воску держали. Сами-то ребята не блещут сообразительностью. Стоят, арты раскрыли. Суматоха началась драка. А пока мы дрались, пони по воску в реку уволокли. Глупые животные. Ты кто знал, что я барон? А я не говорил, что ты... Что был в твоей столице. А я же говорил, что был в твоей столице. Ты чем слушаешь? Привлеченно искренне... А. Привлеченно искренне удивляется друж... Джуба. Блин, у меня язык сейчас сломается. Ладно. И я привык, что при въезде в маломальский известный населенный пункт меня встречает представитель власти. Слова... Слава о моих поездках всегда летит вперед меня. А власть, знаешь ли, любит со мной дружить. А Джубилос-то хитро улыбается. Мне не было известно о том приезде. Джубилос задумывается, наклоняя голову на бок. Видимо, что такая мысль не приходила ему в голову. Да, ты прав. Нужно было сделать скидку на удаленность твоего медвежьего уголка. Хм. Ты сказал, что знаменито, но я тебя не знаю. Что ты... Как ты... Чем ты прославился? Или это весьма глупая и обидная шутка, или закостенелое невежество. Я надеюсь, что последнее. Джубилоса поджимает губу. Я известный путешественник, картограф, алхимик и журналист. По моим картам учатся студенты всех университетов. Мои статьи и в журналах читают он Андорона Добревоя. Наверняка ты читал Алхимию и Жизнь. Кулинарный Альманах Внутреннего Моря. Или самая скандальная независимость о преимуществах и недостатках устройства власти в разных государствах. Что, не читал? Ладно, не отвечай. Не хочу еще сильнее портить впечатление от твоего баронства. А то совсем ничего позитивного о нем написать не получится. Постойте, тот самый Джубилос на тропу? Автор 14 с половиной восхвален восхвалением Питаксу? Вас в Академии все студенты зачитывались вашими книгами у нас. Особенно после того, как король Ироверт запретил их. А вас заочно приговорил к смертельной казни. Хм, я вижу, хоть кто-то в этом захолустье, в этом баронстве имеет зачатки образования. Пусть и полученный в таком сомнительном заведении, как Питакская Академия Носоких Искусств. Меня оттуда изгнали за непочтительность. Вот так. А ну, что же, если так, то ты, быть может, и не безнадежная. И что же такая известная личность, как ты, делает в таком далеком от цивилизации край? Я представляю две цели. Преследую. Во-первых, написать статью о независимости об этом новом баронстве. Во-вторых, нанести на карту особенностей местности украденных земель до появления баронства. Опа, забыл поставить. Как я мог забыть? Стоит. Ага, успел. Эй, какое выключение? Я удивлен, что так долго продержался. Так. Вот так вот, давай людям зарядку, а не забыли поставить обратно, ладно? А во-вторых, нанести на карту особенностей. Ага, для появления баронства путешествовать здесь было слишком опасно. Но теперь появилась такая возможность. Пишу заметить, благодаря тебе. Видишь? Свобода слова тоже иногда работает в положительную сторону. В любом случае, я уже почти закончил с этим путешествием. Статья практически готова, ровно как и карта. Мне осталось лишь найти старую дворфийскую заставу, которая стояла где-то в этих землях несколько веков назад. Что за дворфийская застава такая, которую ты ищешь? Твое невежество поражает. Строишь баронство, ничего не знаешь о земле, на которой ты это делаешь? Джубилост поджимает губу. Придется тебя просветить. Видишь ли, когда-то давно по этим землям проходил дворфийский торговый путь, соединяющий горы Пяти Королей. К северной земле. Он был для дворф настолько важен, что они даже не поскупились построить вдоль маршрута вооруженной заставы и задержать их, чтобы охранять торговцев. Одна из таких застав находится где-то в округе потеряно и забытое. Никто не скроется... Ничто не скроется от зоркого глаза великого картографа. Джубилост по Нартропла. Джубилост выпячивает губу. А, круть. Я найду эту заставу и нанесу ее на карту. Уж можете мне поверить. Скажи, а эта старая дворфийская застава заброшена? Не может ли она использоваться, например, троллями в качестве их логова? Почему нет? Пожимает плечами Джубилост. Дворфы любят подземелья? Тролли любят подземелья. Вполне вероятно, что после исхода дворфов их теплое местечко заняли менее привлекательный субъект. Я ищу логово троллей, возможно, мы ищем одно и то же. Давай объединимся и будем искать вместе. Что ж, ты показался компетентным напарником в экспедиции... в экстренной ситуации. Пожалуй, я могу доверять тебе прикрывать меня. Идем за повозкой. Я потом пришлю... Пойдем за повозкой. Я пришлю потом в комнате. Это как раз то, что мне нужно. А кто он вообще? Он алхимик какой-нибудь там, не знаю. Почему я не могу поставить персонажей всех? У меня смещение пошло. Нет. Я стану добрым. Это плохо. Ловкость у меня капец. Надо что-то как-то... Множитель атаки мне в ловкость переделать, иначе это просто... Попадос. Что делать, что делать, что делать? Я не знаю. Так, ну давайте на этом закончим. Движение идет, это хорошо. Читать немножко, когда я не научусь. Можете, когда я не научусь. Да, но нам еще далеко. Мне что-то надо делать с ножами, вот не знаю. Ну ладно. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.